Итак, ну что ж, давайте. Сегодня бы я хотел показать вам операционную систему Andronium OS и рабочую платформу. Как вы видите, сейчас у меня в руках Galaxy Note 3 и более того, платформа Andronium поддерживает абсолютно всю линейку Galaxy. Galaxy Note 3, как вы видите, обычный Android-смартфон. Вам не придется получать права суперпользователя, взламывать его, ничего подобного. Просто вставите приложение, используйте нашу красивую док-станцию, к которой подключена клавиатура, мышь и ко всему прочему имеется HDMI-выход на большой экран. Итак, вставляем наш аппарат в док. Занимает это порядка трех секунд, и док автоматически определяет, что мы подключены в режиме десктопа, то есть настольного компьютера. Итак, давайте посмотрим. Это Andronium, рабочий стол. Он очень сильно напоминает операционную систему Windows 7, более того, интерфейс максимально приближен к настоящей настольной системе, поэтому вы можете использовать весь свой накопленный опыт и знания при работе с данной операционкой. Программы запускаются двоенным кликом, их можно закрывать, сворачивать. У нас имеется панель быстрого доступа. Специальные программы, написанные под Andronium, которые идут в системе, они поддерживают перемещение, масштабирование, сворачивание, вымешение. Более того, они поддерживают запуск сайт-бай-сайт. Это термин, который означает «друг за другом», то есть полноценная многоконность. В общем и целом вы взаимодействуете с системой точно так же, как вы это делаете на настольном компьютере. Более того, можно запускать стандартные приложения из под Андроида. Давайте запустим, например, YouTube. Так как YouTube не написан для Andronium OS, вы можете видеть, что он запускается на весь экран. Мы можем его уменьшить, мы можем пользоваться им точно так же, как обычным Android приложением, но, ко всему прочему, наша панель многозадачности и наши родные программы, написанные под Andronium, могут работать в режиме сайт-байса. Давайте мы пройдем на сайт и посмотрим, что наш браузер отображает страницу в режиме десктопа, то есть не в мобильной версии. Можно открывать несколько вкладок, то есть браузер многовкладочный. Упс. Окей. Как вы видите, все мои Android приложения по-прежнему работают в фоне. Уведомления, телефонные звонки. Если у вас что-то срочно, если что-то пытается сообщить вас об этом, то оно будет доходить до вас непосредственно. Итак, давайте вернемся. Итак, давайте посмотрим дополнительные фишки нашего браузера. Мы можем проигрывать в нем видео, YouTube, можем даже играть в HTML-игры. То есть браузер полноценно копирует настольную версию любых других браузеров. Итак, интернет здесь не такой быстрый. Ладно, это не столь важно, мы можем поговорить об этих функциях потом. Давайте посмотрим. Мы имеем полное, полноценно работающее Android приложение, и мы можем переносить их в свой собственный taskbar, то есть в панель задач. Как вы видите, справа у нас имеется несколько виджетов. Более того, это Android виджеты. Мы можем их удалить, мы можем добавить на рабочий стол. И теперь я могу добавить их обратно. На текущий момент мы поддерживаем работу с виджетами только на правой стороне нашего интерфейса. То есть это чем-то напоминает гаджеты из-под Windows 7 и Windows 10. Это уже мое собственное вступление как автора. Итак, давайте посмотрим, вот как это выглядит. У нас имеются простые приложения, вроде калькулятора, сапера. И по-прежнему мы здесь поддерживаем два режима взаимодействия с мышкой, левый клик и правый клик. И ведущий очень часто говорит о том, что система копирует интерфейс Windows 7. Мне уже надоело об этом говорить. На какой стадии сейчас находится операционка Andronium? Ну, на текущий момент мы собираем денежные средства на Kickstarter. И мы пытаемся запустить, получается, производственную линию по выпуску док-станций. Сама операционка готова на 100%. Единственное, что вы видите, это интерфейс немножечко не современный, не соответствует материал дизайну, но мы это все улучшим. Это будет, скорее, представлено в виде минорных обновлений до того, как мы официально запушим приложение в открытый доступ. Также мы собираемся выпустить документацию для разработчиков, свой собственный гайдлайн, то есть чтобы все это можно было интегрировать в операционку. Итак, давайте мы продолжим все-таки просмотр видео. Интернет стал работать лучше и... Итак, автора спрашивают, а можно ли просмотреть это видео не только в браузере, а как отдельный файл? Да, конечно, мы можем просматривать два видеоролика одновременно. Например, сейчас мы будем просматривать видео, запущенное на YouTube. Давайте посмотрим трейлер моего любимого фильма Fast and Furious. Я не помню, как он называется в русском релизе. И давайте запустим какое-нибудь видео с нашего смартфона. И как вы видите, мы смотрим два видеоролика абсолютно одновременно. И при этом давайте еще попробуем запустить видео с браузера. И как вы видите, прекрасное видео с Vimeo в хорошем качестве работает без каких-либо проблем. И опять, мы имеем определенные клинические проблемы, связанные со скоростью интернета. И вот. Итак, сейчас мы видим три отдельных видеоприложения, работающих одновременно. В HD-качестве. Также видеопроигрыватель Vimeo запущен в наш TML. И, собственно, видеофайл запущен с нашего смартфона. Но при всем при этом здесь есть определенные ограничения, которые завязаны на произведительной мощности процессоров. Давайте запустим и музыкальный плеер. Можно слушать и музыку. Но есть лимит, который завязан на производительности процессора. Еще что вы хотите видеть, спрашивайте. Я бы хотел услышать пожелания и вопрос у своих пользователей. А что, если мне нужно взять, вынуть смартфон и срочно уйти с рабочего места? Как вы видите, все сейчас запущено. Смартфон находится в дом станции. И, допустим, нам нужно уходить. Взяли телефон. И все, ничего особенного делать не предстоит. Как вы видите, порядка 5 секунд требуется для того, чтобы выгрузить Android OS и перейти в режим смартфона. Поэтому пользователям не нужно ничего выключать, беспокоиться о режиме блокировки, гибернации. Взяли, вставили и работает. А вот, допустим, я просматривал интернет-страничку и вынул телефон из док-станции. Останется ли эта страница открытой в операционке? На текущий момент Android OS и интернет-браузер реализован по следующему принципу. Он хранит в кэше запущенный страниц. Но в зависимости от политик андроида, то есть может быть такое, что в случае нехватки памяти, браузер будет закрыт и, соответственно, история будет потеряна. Но если памяти хватает, то при следующем запуске браузер будет отображать ту же самую страницу. Хорошо. Мы бы хотели вас поблагодарить за эту презентацию. И спасибо, что вы были нашим первым бета-пользователем. У вас точно нет никаких больше вопросов, потому что я открыт для коммуникации, и если вам что-то интересно, спрашивайте. И перед нами был разработчик операционной системы Android OS. Спасибо. Вам тоже. Продолжение следует...